Непогода сорвала проведение футбольного матча между Иртышом и футбольным клубом Чита. Поиск решения с участием руководства профессиональной футбольной лиги продолжался почти три часа. Снег продолжал падать. Классическая фраза. Футбольный матч состоится в любую погоду абсолютно верна по сути. Но на практике есть исключения. 40-сантиметровый покров и густо падающий снег. Для принятия предварительного решения чиновникам ПФЛ пришлось обратиться в Росгидромедцентр. Там подтвердили, в Омске неординарная ситуация. Рассосался самый страшный вариант – техническое поражение. Хотя руководство футбольного клуба Чита посетовало, что в прежние времена справлялись с подобными природными сюрпризами. Приходила рота, солдат, весь этот снег убирали и матч все равно проводили. То есть у нас не было такого, чтобы какие-то переносы, отмены. У нас были ливни, приезжал вертолет, летал и выдували эти лужи. Как чрезвычайно предлагался вариант с манежем, но Москва жестко заявила – поле не сертифицировано. В схожем духе высказался и главный тренер РТШ Сергей Бойко. Я уже ничего говорить не буду, потому что все слова литературные закончились. В результате матч перенесен на весеннюю часть первенства. А будет ли к тому времени Бойко главным тренером – пока не ясно. Конечно, 50 на 50. Но в таких условиях работать невозможно, а точнее сказать, что их нет здесь. Поэтому, конечно, есть у меня варианты. Я очень серьезно буду их рассматривать. Единственное, что я должен поговорить все-таки с Вячеславом Викторовичем Двораковским. И свое решение я оглашу ему в первую очередь, а потом уже и средства массовой информации. Первый отрезок первенства завершился. Тренер согласился подвести итоги. Мы сделали качественный шаг вперед по игре. Мы наиграли все-таки молодых игроков, с которыми у нас были проблемы в начале сезона. И Боря Комков, и Саня Струков сделали значительный шаг вперед в своем развитии. Хотя недостаточно для того, чтобы называться игроками основного состава. Но они на правильном пути, они молодцы. Что касается того, где мы сейчас находимся, я считаю, что это вопреки тому, что здесь происходит. Точную дату перенесенного матча узнаем позже. Календаря на весенне-летнюю часть первенства еще нет. Владимир Истомин, Александр Филиппов, Антенна-7. Владимир Истомин, Александр Филиппов, Антенна-7.